Среди продвинутых бегунов есть мнение, что большое количество информации о тренировках только ухудшает результат. Некоторые зацикливаются на цифрах, графиках, подсчетах и анализе своего бега. В итоге они забывают о главном показателе – своих ощущениях. Это просто говорить «беги по ощущениям», когда ты бегаешь уже несколько лет. Но новичок своих ощущений в беге еще не знает и не понимает. Например, как понять, что медленно, а что тяжело. Когда частота шагов достаточно, успевает ли восстанавливаться организм. Со временем вы научитесь это понимать. Но на начальном этапе вам будет гораздо проще, если вся эта информация будет посчитана за вас и дана вам в удобном виде. И даже если вы бегаете не первый месяц или не первый год, все равно гораздо удобнее, когда не нужно считать отрезки на бегу. Засекать, когда нужно переходить от одного этапа тренировки к другому, считать километры, время, шаги и прочее в уме. 30 лет назад мы не могли себе представить, что у каждого из нас будет не только доступ ко всей информации в мире, но мы сможем носить эту информацию в кармане. Разве интернет появился как необходимость, без которой мы не сможем прожить? Нет, он и сейчас не является необходимостью, но с ним гораздо проще. Ведь теперь, даже чтобы научиться бегать, нужно просто набрать запрос в поисковике, попасть сюда, на наш канал, где вам все четко и подробно расскажут. Беговые часы – это точно такая же история. С их развитием упростились многие процессы для бегунов, от начинающих до топовых мировых атлетов. Но переизбыток чего-то иногда хуже, чем недостаток. Когда при поиске в интернете вы получаете 4,5 миллиона вариантов ответов на свой вопрос, руки опускаются, не понимаешь, куда нажать и кому верить. Спортивных часов пока не миллионы, но сотни точно. И это тоже проблема, какие именно нужны вам? Сегодня постараемся объяснить. Физкульты. Для начала давайте разберемся с терминологией. Какие-то часы называются спортивными, какие-то умными или смарт-часами, какие-то мультиспортивными, фитнес-часами, беговыми и так далее. По сути, это одно и то же. Разница лишь в том, как позиционирует свою модель производитель. То есть, на какую аудиторию он рассчитывает их продавать. Смарт-часы нацелены на людей, которым важнее функции взаимодействия со смартфоном, умным домом, телевизором и так далее. Фитнес-часы для людей, следящих за своим здоровьем, но не увлеченными каким-то определенным спортом. Мультиспортивные для тех, кто увлечен сразу несколькими видами активности и так далее. Но главное, что в каждых из таких часов может быть достаточно функции для бегунов. Проще всего с часами, которые сам производитель называет беговыми. Скорее всего, в них есть уже все, что вам понадобилось. Но проверить не помешает. Итак, что же нужно бегуну? Спутниковая геопозиция или, как проще называют, GPS. На самом деле, GPS – это лишь одна из систем позиционирования. Есть еще GLONASS, GALILEO и Beidou. Для нас с вами разницы в них нет. Они отличаются лишь только тем, кто запускал спутники, которые определяют наше местоположение. GPS – американская система, GLONASS – российская, GALILEO – европейская, а Beidou – китайская. Что для нас важно в часах – это то, чтобы эта система позиционирования была. Одна или несколько. Обычно это либо только GPS, либо GPS плюс одна или несколько других. Чем больше систем позиционирования в часах, тем быстрее и точнее они должны определять местоположение. Но это еще зависит и от многих других факторов. Плотность застройки, электромагнитное излучение, погода и так далее. Для чего нам это нужно? Именно по данным геопозиции определяется расстояние и время, за которое вы преодолели это расстояние, то есть ваш темп. Вот почему для бегуна часы или браслет без GPS – это потеря важнейших показателей. В таком случае обычно часы получают данные геопозиции с подключенного телефона, но они менее точные. А если вы не берете смартфон на пробежку, то и вовсе отсутствует. Пульсометр или датчик частоты сердечных сокращений. В часах используются оптические датчики пульса. Один или несколько светодиодов просвечивают кожу, а сенсоры снимают показания движения крови. Так часы узнают скорость сердечных сокращений и отображают ее на экране в реальном времени. Сейчас уже почти невозможно найти спортивные часы без датчика пульса. И они так активно развиваются, что их точность с лихвой хватит многим бегунам начального и среднего уровня. Вне зависимости от производителя, чем свежее часы, тем точнее будут работать данные датчики. Но у оптического датчика есть свои технические ограничения. Пульс измеряется на запястье, а это значит, что если часы неплотно затянуты или вы активно двигаете запястьем, то данные будут неточными. Кроме того, во время холодов, когда руки замерзают, сосуды в них сужаются, и это тоже может отобразиться на показателях. И последнее. Датчик находится не на сердце, а на приличном от него расстоянии, так что данные всегда будут немного запаздывать. А если, например, вы делаете короткие интенсивные ускорения, датчик вообще может упустить изменение пульса. Поэтому для тех, у кого в тренировочном плане много разных видов бега, и для новичков, которые хотят часы с запасом на будущее, лучше искать устройство, которое поддерживает внешние датчики измерения пульса. Ищите в характеристиках часов, что они поддерживают подключение пульсометра по Bluetooth или ANT+. Это два разных протокола, поэтому лучше, конечно, чтобы часы поддерживали оба. Тогда вам не придется думать, какой именно нагрудный пульсометр вам нужен. Но если есть хотя бы один, это уже хорошо. Просто запомните его и подбирайте соответствующий внешний датчик. Время работы. Чем красивее экран часов и навороченные в нем умные функции, тем меньше проживет батарея часов на одном заряде. Есть два фактора, которые нужно учитывать. Как часто вы хотите и можете заряжать ваши часы, и насколько длительные ваши тренировки? Мы уже говорили, что система позиционирования в часах должна работать с максимальной точностью, и поэтому во время тренировки они быстрее всего тратят батарею. На пробежке по 2-3 часа хватит любых часов, но если у вас несколько тренировок в день, вы бегаете в ультрамарафоны, ходите в горы или участвуете в Ironman, то вам нужно обратить внимание на такую характеристику, как время работы в режиме GPS. Именно так чаще всего называется то, сколько именно батарея держит в режиме тренировки. Работа часов может быть от суток в обычном режиме и 5-6 часов в режиме тренировки, до полутора месяцев повседневного использования и 30-40 часов подряд в режиме GPS. Вам нужно выбрать то, что вам больше подходит. Я бы порекомендовал выбрать что-то посередине. Беговые функции. Одна из самых важных функций для бега – возможность записывать структурированные тренировки. Даже если вы новичок, то записать количество и продолжительность чередований бега и шагов часы – это очень удобно. Не говоря уже о том, что когда вы бегаете высокоинтенсивные интервалы, голова совершенно не готова запоминать, сколько и как долго нужно бежать. Но если возможности составлять тренировки в часах нет, можно воспользоваться интервальным таймером в нашем приложении. Там можно записать тренировки любой сложности и телефон подскажет, когда переходить к следующему этапу пробежки. Еще в часах вам будет полезен показатель каденса – это сколько шагов в минуту вы совершаете при беге. Некоторые часы отображают количество шагов одной ногой, то есть показатель нужно умножать на два. Как именно показывают ваши часы, разберитесь перед тем, как начать тренироваться. Некоторые часы представляют расширенные беговые характеристики. Время контакта с землей, мощность, вертикальное колебание и прочее. И это уже для тех, кто хочет с головой погружаться в анализ графиков и цифр. Необходимости в них нет, но они вам не помешают, если будут на ваших часах. Дополнительная функция. Хорошо, когда есть дополнительный источник мотивации, особенно тогда, когда не хочется идти на тренировки. И таким источником может являться социальная составляющая ваших часов. В приложении некоторых устройств уже есть своя беговая соцсеть, в которой автоматически публикуются ваши пробежки. Но там вы видите только тренировки с часов такого же бренда, как у вас. Поэтому лучше, когда часы могут подключаться к сторонним приложениям. Ведь самое интересное происходит именно там. Друзья, я рад вам сообщить, что в наше бесплатное приложение Simple Run теперь есть возможность загрузить данные с ваших часов. Гармин, Сулунта, Полар и Ваха. Ваша пробежка будет автоматически появляться в ленте, в ваших тренировках и в статистике. Нужно просто подключить приложение ваших часов к нашему приложению. Для этого зайдите в наше приложение, в трекер, запись тренировки и нажмите настройки, а потом подключение трекера. Добавьте приложение своего устройства и дайте разрешение на получение информации нашим приложениям. Вот и все. Теперь ваши тренировки будут мотивировать вас и других участников нашего огромного бегового сообщества. Уже тысячи пробежек ежедневно записываются нашим трекером. Присоединяйтесь. По поводу других функций часов все зависит от производителя и того, что необходимо вам. Часы могут показывать примерные показатели МПК, время восстановления от прошедшей тренировки, уровень вашего заряда на день и многое другое. Функций в часах сейчас сотни, если не тысячи. Выбирайте то, от чего вам будет проще и приятнее заниматься бегом. Ну и остается последний вопрос, ведь стоимость часов может отличаться от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. Когда что-то одно дешевле другого, значит на чем-то сэкономили? Это может быть что-то для вас неважное. Например, имя бренда или размах рекламной кампании. А может быть качество и долговечность самого продукта. Так в чем же разница? Основные функции, которые нам нужны, есть в часах за совершенно разную стоимость. От 5-7 тысяч рублей уже можно найти устройства китайских брендов, которые будут адекватно выполнять все функции, необходимые для бега. Главное, внимательно изучать их характеристики, чтобы не было неожиданностей. Тогда зачем же покупать часы за 30, 50 или 70 тысяч рублей? Основная разница в контроле качества самих устройств и программного обеспечения. Проще говоря, часы Garmin или Polar, например, будут меньше глючить, если вообще будут и прослужат дольше. И бракованный экземпляр вам попадется с гораздо меньшей вероятностью. Кроме того, даже если ваши часы более дорогого бренда сядут во время пробежки или вдруг зависнут или перезагрузятся, ваша тренировка сохранится и не пропадет. А вот с другими часами бывает по-разному. Еще важно, как долго вы сможете пользоваться вашими часами. В случае более дорогих вариантов рассчитывайте, что сможете использовать их как минимум пару лет. После этого периода начнет хуже держать батареи. Кроме того, заметное улучшение в точности и надежности новых моделей часов происходит примерно раз в 2-3 года и появляется смысл обновиться на более свежие устройства. Но многие используют часы Garmin, Polar или Sunta и по 5 лет. Это вполне возможно. А вот с китайскими аналогами есть вероятность, что проживут они не больше года. И по крайней мере, такое бывает. Поэтому, если стоит вопрос, можно ли сэкономить на часах, можно. Но это несет свои риски. В данном случае переплата идет, как правило, за надежность. Сам я пользуюсь часами Garmin линейкой Forerunner. И даже когда пробовал что-то другое, возвращался именно к ним. Они мне кажутся самыми удобными и надежными с богатым функционалом. Особенно, когда у тебя задача не только бегать, но и плавать, ездить на велосипеде, а также выполнять это все последовательно в формате триатлона. Если говорить о моей личной рекомендации, то я бы точно их рекомендовал. А что насчет других брендов и моделей? Почему бы не воспользоваться главным ресурсом нашего канала? Я имею в виду вас, наших подписчиков. У нас тут десятки тысяч людей уже с беговыми часами и опытом их использования. Давайте поступим так. Пишите в комментарии свою модель беговых часов и по желанию можете написать их плюсы и минусы по вашему мнению. И любой, кого что-то интересует по этой модели, может спросить вас в ответ на ваш комментарий. Таким образом, силами нашего сообщества мы создадим базу знаний о беговых часах. Но помните, что в беге, как и во всем остальном, нельзя полагаться только на чужое мнение. А это значит, что беговые часы должны быть удобным устройством прежде всего для вас и выполнять функции те, которые нужны именно вам. Поэтому нужно немного подумать и разобраться, а это видео поможет вам в этом. Ну а если часы у вас уже есть, подключаем его к нашему приложению и вместе бежим дальше.